господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешными итак номер 119 вопросы события дня задавайте вопросы за 8 апреля 2016 года эпиграф кругом измена труси себя обман просчитайте можем много раз считали это и дальше что заходите на форум сами я не бываю ни в контактах нигде больше только на своих ресурсах смотрю про сирию там про азербайджан и на этом все нет ставят там модератор даже ко мне переносить сейчас посмотрели больше ста накопилось в фейсбуке там твиттеры разные переходите на наш форум и сюда вопросы задавайте нет защитного ответа нет я не могу печатать ответы объявления и вот нужно краткое содержание наших роликов прочитайте это дело ну и вот на нашем сайте это не на форуме на сайте вот такие вот аудио их надо перевести вот в эти позиции называю онлайн в 7 позиций пока никто не берется за это но у нас идут занятия вот занятия на каждый день какие письма были немножко хотя бы я делаю сейчас как можно меньше это утренний ролик потому что дополнительное приходится насчитывать занятия в потеряевке но и плюс тому стихотворение нужно маленько насчитать они у меня начитанные кончаются юрий соболев миром игнатий тихонов и братьям посмотрел ваши комментарии в новом ролике я знаю что пишу в россии майн камф запрещена для распространения поскольку разжигает расовую и национальную ненависть 13 апреля 2010 года книга была внесена федеральный список экстремистских материалов под номером 604 почему об этом речь идет потому что стали говорить об этом я говорю не очень доверяюсь этому а у нас большой самый пенатый магазин в городе барнауле я пришел там майн камп лежит открыто вот там до майн камп это гребящая игра по сравнению шульхан арухом еврейским то и как у них сделано было везде 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 стоят свои люди вздумали выпустить выпустили там депутаты городка это государственная дума поднялись там написано как русский народ даже еврея уничтожать упал в яму там не подавай лестницу там сделай ему там что-то то другое выпустили почему они делают пробу им не нужно совершать где там свои там хасиды но обязательно в кремле обязательно в православном храме то есть показать унижение русского народа немецкого и другое да это никакой роли то не играет пусть показывают пусть делают главное что мы имеем от них библию и за это будем благодарны им евреям но они делают все чтобы показать какую силу набрали и как шульхан арухта посчитай там более ненавистной книги более злобной более такой уничтожительной для других людей нету как это книга ее спокойно выпустили в россии они знали что реакция будет такая высунулся некоторые там назаров другие душенов ну прихлопнем одного посадим другого выкинем то есть они все это разыграют и смотрят гой это скоты то судя как они реагируют мы это делаем они молчат но если опубликовали материал по программе сионских протоколов тут они будут бегать вы видите скотина настоящая безмозглые а то их руководители я знаю что они говорят и говорят может быть правильно нам не злиться надо у нас есть библии считайте дальше что касается богословских изысканий отца георгия кощеткова то полагаю нужно взять его авторский катехизис и разобрать его во свете библии я попросил где у него поучение я все это знаю его учение как он выпустил катехизис они приезжали мне его привезли вон на полке лежит это у меня это все есть но где они нарушают конкретно какой стих библии они то это не пока комиссии они говорят вот они там делают то другое там бегают брова на движение там целуются где-то покажите какой стих библии нарушен показать вот что мне нужно не пока никто не показывает тогда не будет никаких вопросов моя буду я задаю вопросы второй третий раз задаю я говорю помогите мне у них там есть эти называют их кощетковцы и там делать ну делать неправильно мне дайте одно где они нарушают конку конкретно какие каноны библии где против каких канонов конкретно канон нарушение библейский стих нарушение пока ничего нету нет таких сводов если же в ином ключе заниматься апологией учение отца георгия то почему энтео и его братство нужно объявить хулиганами в чем их на учение последних расходится со словом божий очень даже хорошо видно это это правильно и далее канон говорит об этом как с еретиками обращаться кротко надо не откроет ли бог истины вот где они с кирпичом ходить и бить и далее прямо говорится ударят в одну щеку я могу мест который они нарушают а не то что он заходил был не знаете какого вы духа это вот прямо конкретные места с этими хулиганами разобрались мне нужно по грего георгий кощеткову я ко всем обращаюсь дайте мне конкретно где они что наружу я не кощетко поездом как называют там ну меня спрашивают тем более я людей этих знаю не ко мне с одной группой приезжали сюда тут переоделись знать что с брюками даже в ограду не зайдут в брюках женщины одеты крашеные у нас этого нет абсолютно бритые бороды галстуки это все у нас запрещено дальше вопрос риторический но это пример обнаруживает опасность потенциальной предвзятости вот кому это относится слова потенциальная предвзятость ко мне никак не относится у меня нет предвзятости никому я стараюсь до конца дойти их учения потом еще бывает человека пошлю сам встречусь по беседу и тогда могу дать какой-то ответ а так вы знаете как вы верно сказали поставьте условия бороды плашки молчание на литургии следование авторитету библии канону святым отцам останутся в итоге два человека я говорю что у них крестят четыреста пятьдесят человек до несколько раз может в год но по стране сколько много их я говорю поставьте эти правила которые у нас в общине то и два человека останутся посты чтобы нигде не нарушали они отключены должны быть которые посты нарушают но и все остальное то дальше очень действенный метод проверки статуса христианина я сказал бритым входа нет соглашенными никакого крещения конечно нет ну и далее все остальное что вот я сказал об этом чтобы она без платка нигде не появлялась как будто распутная женщина какая почему платка нет не молится один ответ не молится почему написано если молится с непокрытой головой молится они ходят а она даже молиться все время постоянно дальше даже без разбора катехизиса взять и испытать общину по этому принципу и все всем стали вот это да мне не надо кто там совещание там сенсорский отдел это миссионерская мне не надо это я никому не могу доверяться потому что речь касается о слишком многом я говорю слова которые будут записаны перед богом и почему вы не можете конкретно рассказать не могу потому что нет у меня данных этих сегодня в который раз мысленно поблагодарил вас игнатий тихонович во время занятий было столько вопросов но ответы на них автоматически выстраивались в голове и знание его насыщение материалами ваших ресурсов ну и шарде он ведет занятия в университете государственном в академии а это ведет при епархии курсы вспомнился фильм карате пацан которым тренер учил мальчика однообразному действию бросать куртку подними и повесь брось и по новому кругу в итоге череда этих действий стала той базы которая будущий доведенный до автоматизма позволяла этому мальчику обороняться и наносить удары так и у меня слыша вопрос в моей голове сразу звучит ответ ваш голос ваша интонация вот так молитвенно и мысленно крепко обнимаю вас спасибо я никогда не видел фильм но мне это было положено ты не правильно делаешь я сказал лестницу бери и пробеги до ворота обратно с лестницы ты бегал было 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 у меня здесь на квартире живут девчата я здесь не жил другом месте жил вижу шторка не закрыта так свет выключить закрыть шторки тщательно потом включить днем 10 раз 10 раз и по новому дверь открывает закрой ты делал все делал закрой открой теперь опять на ключ закрой открой 10 раз все маленько что-то вот оно пожалуйста я ничего нового не придумываю юлия миром игнатий тихонов коротко вопрос об изгнании демона о а не на меня напал тут какой-то в галстуке бритый здоровый такой экзорцизм ну как научите меня изгонять демонов я говорю ты сначала себе подумай сколько в тебе их демонов то этих-то никак и опять за то же сам он не знает что говорит кто может изгонять без первого просто можете сгонять бесов как раз его от марка как раз этим и заканчивается будете брать змей и проще откуда изгонять из кого-то или себя вопрос состоит вот еще какой кого изгонять ты можешь и господь не сказал что я сделала одному дам этот дар изгонять бесов распознание духов но изгонять бесов отдельно выделено как языки и пророчества я не считаю нигде об этом дано или и на но но вы знали таких личных людей которые изгоняют бесов но если бы я знал я бы не поверил не поверил бы потому что я бы пригласил его в лагерь и увидел бы сколько в нем бесов как бы они из него полезли а как пост и молитва другого оружия нет а ты постишься нет но как молишься ты 7 раз 7 раз в день молишься нет когда вид нет но какие бесы то они у тебя и сидят тут все дальше кому дана эта власть дана всем власть кто не может получить принять верующего христа сейчас я покажу сектанты часто при молитве произносят слова запрещают духу тому или иному в имя иисуса христа действовать теле и человека хорошие слова но если на это власть запрещать ты можешь говорить ну на улице стоит человек цыганская группа и курят все и ты а я запрещаю вам курить то они могут только плевать уже на тебя должен ли это быть только священник это не каждый а принявший этот дар посвященный достойный или же это может сделать любой христианин вот вопрос какой работает бухгалтерия у нас молодой человек но и выпивает и курит а я дежурный встает него аграда высокая он подошел и вы что верите так и прямо что и бог все и вам отвечает и делает игры конечно а зачем курить это ну да почему тебя выхлопной трубы то на голове игру нету я ему стал говорить правда как-то я не думал а сам стоит в белая водка в руке табак вытащил порвал и бросил сразу это в самом деле это здорово я говорю а пьешь что из-за чего я ему стал дальше показывать он посмотрел на меня и там столб стоит пасы на бетон она бетонный когда бутылка и все мне спрашивают на работе а почему то что с ним сделалось этим с работником то а эта беседа продолжалась не больше десяти минут какие демоны из него вышли а то ищут изгонять уста курящего демонская кодильница демонская демоны кодят демоны кодят царь николай умер с папиросами в кармане ну и дальше а вот груздев архимандрит он курил и матерился ну и где он курил и матерился но раз он архимандрит он сидел где-то в галаге вот теперь это ему можно прощать где вы это нашли если человек был военный снял это все с себя или даже не военный ушел в монашество оттуда размонашился переоделся воинскую одежду да будет анафия моему пересвета ослябе а куда день сергия радонежская за одно это его сергия радонежской нужно было запрещать и все кончилось бы нет ему это льгота он может канона нарушать сергия радонежской зачем это делать никто это не повелевал никак и дальше я отвечаю деяние 19 глава это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника с кевы вот они изгоняли бесов 19 глади они посчитайте что с ним обила демон как павла горит я знаю и дальше говорит а вы кто такие то такую силу взял 7 сыновей они дружны друг за друга один их переколотил они и раздеть успел их и они голые выскочили и как они орали то это всем взялось известно вот изгонять или эти сегодняшние кого ты изгоняешь василий новиков где он умер то не в свое время до 70 лет не дожил послушайте какие у говорил когда пропали он понимал еще нету никаких изгнаний тут нету через день они опять ползут к нему а если было это дело так закрепилась или нет первая она мы знаем что всякий рожденный от бога не грешит рожден от бога хранить себя и лукавый не прикасается к нему вот главное это все русский антихрист этот водой холодной обливался порфирий иванов вот он как раз главное болезнь не пущать себя я вот в америке ездил ездишь как будто вся америка играет здание какие-то и хорошо это та же школа везде волейбол играет в футбол там бегают а почему слишком дорого стоит чтобы лечиться скорую помощь вызвать у нас хоть сто раз в день вызывай в америке так вызвал ты пять тысяч долларов пять тысяч долларов но вносит на пять четыреста тысяч по нашим деньгам ну что не по зубам это не абрамович заболел а как не болеть а ко мне сразу а че вы болеете я прошу чуть такое у меня глаз едва смотрит уже уши не слышно там колени не сгибается ну и что это нормально нормально 77 лет еще спрашивает тоже вот 10 июня будет 77 мы видим дерево желтеет все стирается везде машина старая и так сердце колотилось 70 с лишним лет без перебоя а сколько пережила сколько чего было только заодно сегодняшнее утро два сердца надо мне одно дальше не приближается лукавый не прикасается к нему не то что зайдет и будет жить лукавый не прикасается к нему я выделю специально это место почему священники об этом не говорят грешно много грешно супер грешны когда вчера сегодня а разницы нет после причастия сразу господи помилуй господи помилуй на исповеди был опять господи помилуй господи помилуй вечер на исповеди был то есть настолько бездумно это все вот и все не прикасается надо жить так как родиться от бога первое рождение свыше и не грешить вот она где но рожденный от бога не грешит и хранить себя от греха лукаво не прикасается к нему и изгонять некого и дальше римлянам бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре благодать господа нашего иисуса христа с вами аминь значит благодать изгонять благодать божия и сокрушить сатану где у тебя или один у другого будет молиться чтобы сатану сокрушил а куда он сатана отошел на полшага потом тут же залез него везде где люди будут жить под благодатью божия из этого стиха видно бог сокрушит где искушение разное сомнения подходят на молитве умом где-то разбрется разбредается человек а разве на молитве можно думать о чем-то ну как говорят про и роди его он стоял молился и в это же время в церкви молился иван грозный много людей было царь вышел на горит полтора человека было только как полтора но я молился мне бог дал это а ты царь ты половина службы молился а вторую на воровьевых горах думал как есть без застать этот цемент которого тогда и не было кирпичи завести кто это может сказать как иларион великий это такое великое дело на молитве никуда ум не отклоняться что у святого одного было что он три часа ни о чем не думал и в это время показано и записано в биографии три часа но там умом только чуть-чуть ворохнулся и сразу сатана вскочил ему на шею демон сел и ногами ударил по бокам ну лошадь так бьют что овса захотел а почему овса потому что он сам себя называл эту плоть осел осел ясовес ну это лошадь считай вот как написано в житии илариона великого значит так сильно это ценится на молитве никуда умом не разбредаться представлять о чем говоришь ну думать есть утренние вечерние молитвы читаем везде только очень раз прочитали дальше начинает конкретно уже говорится молитва прошения и все три прошения свят 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 господь самого молитвы богородицы помилуй нас свят 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 божественно богу обращается и в каждом богородицу и помилуй нас зачем здесь богородицу и помилуй нас когда небесная песнь а херувимы поются а вот уже так напугал не истории что он не знает куда сунуть это богородице и везде богородицу и помилуй нас зачем мы прочитали достойно богородица а это монахи все лепили лепили и лепили везде счастнейшую херувим счастнейшую но сказали один раз посчитайте сколько раз за службу счастнейшую херувим а что от испуга или во имя отца и сына и святого духа даже в молитву община вставили а почему арий напугал ну маленько рассудите я увидел откуда это от страха еретики напугали не знали куда совать это теперь нужно не нужно еще от матфея и не веди нас во искушение но избавь нас от лукавого ибо он это лукавый внутри или приближается не написано вообще от него избавить он не прикасается почему ибо твое есть царство и сила и слава веки аминь вот сюда вот вставляет священники отца и сына и святого духа я говорю там написано не прибавляй к словам его чтобы он не обличил тебя ты не оказался лжецом и крича соломона 30 глава 5 6 стих но там молитва слова божья молитва молитва и туда всунули эти слова и все священники считают во всей стране тысячи лет не потому ли такие мы немощны богу то не доверяется отца и сына и святого духа ну тут еще честнейшую херувим как-то не успели вставить ну зачем когда-то молитва очень наш отца и сына и святого духа и так на каждом шагу везде никто не отвергает тогда это необходимо было арии было реально все спорили сейчас никто об этом не сомневается отца и сына и святого духа католики признают баптисты даже адвентисты признают отца и сына и святого духа 2 апрель поминон и сказал господь кто увлек бы ахава царя израильского чтобы он пошел и пал в ромофе галацком и один говорил так друг говорил и но кто один то кто кого бог спрашивает то оказывается черти стоят перед ним и ангелы да как так ну давайте вот такая дума в дубе то сколько этих демонов сидит там депутатов то один так другой иначе мы сейчас проверим и выступил один дух и стал перед лицом господа и сказал я увлеку его и сказал мы господь чем понять разговор этот какой как будто он бог не знает и дальше чем как как поймать этого необходимо поймать то но как его убить а а вот такой-то руководитель в чечне вот давай за ним теперь гоняйся как а вот приехал оттуда хаттаб письмо отравить надо как это мы больше года разрабатывали другой возьмет письмо ничего этот возьмет умрет в тяжких мучениях наконец сделали лаборатории работали и господь также спрашивает чем он сказал я выйду и буду духом лжи в уста всех пророков его и сказал он ты улечешь его и успеешь поиде и сделай так бог советуется принимает его совет это написано в библии и теперь теперь вот попустил господь духу лжи в эти уста всех пророков твоих во всех во всю эту государственную думу вошел синод там где-то и они теперь решают кого канонизировать кого вот что может быть то может быть я не говорю не утверждаю но господь допускает это дело за надмение за гордыню не человеческую гордыня прелесть гордыня прелесть это не гордыня она она кого-то предают канонизируют матрону зачем суда больше еще нет 4 5 1 коринфянам никак не судите ни направо ни налево доколе не придет господь и не откроет сокрытая во мраке и тогда будет каждому похвала тогда будет анапима или прославление нет мы сегодня сделаем как будто они там из небесной канцелярии получили документы больше не придумаешь глупости такой надмение гордыня даже даже дьявол этого не делает и теперь вот попустил господь духу лжи войти в уста всех пророков твоих но господь из рука тебе не добрая подошелся реки сын хираны и ударил михея по щеке и сказал по какой-то дороге отошел от меня дух господень чтобы говорить в тебе и сказал михей вот ты увидишь это в тот день когда будешь бегать из комнаты в комнату чтобы укрыться пятый угол искать будешь вот это придет когда будете искать все ваши центрские отделы миссионерские прах дыра в преисподнюю окажется андрей пишет один на тихо тихонович доброго дня у них он опишется то но это можно знать-то тихо одно вещь но не на не надо пускай хоть пару слов об этом выступлении меня очень тронуло спаси христос выступает там мороз алексей еще говорить хорошее если плохое у каждого ткачева ставят а что о нем скажете зачем мне говорить до себя я знаю да это мне конца крайне сегодня накидали роликов опять десяток наверно и все я должен комментировать с библии считайте библию будете знать я отвечаю на основании библии у меня никаких откровений нету просто нету я этого не просто не знаю ну давай посмотрим что дальше у нас идет вот у нас это наш наша страница в моем мире пожалуйста здесь все что на ю тубе выставляю все идет здесь вот они выставляются вот это вот очень сильно похоже или на ангелину алексея я даже начале обознался думала на на теперь дальше что но дальше наш форум на нашем форме считай так цитата одно из последствий последних беззаконий распространение нового символа веры где наряду со с многими смысловыми искажениями текста введена в частности арианская ересь третий член а вместо слова соборную вставлена вселенскую то есть дословно универсальную и куменическую мы кто это говорит это говорит тут и написано виталий калиников вот виталий калиников говорит показывает вот где вот в этот символе вере прямо я уже заменили дальше доброго здоровья игнатий тихонович прокомментируйте пожалуйста материал приведенный выше и ответил на вопроса введена ли арианская ересь эти сегодня или второе допустимо ли менять символе вере слова соборную на вселенскую ну ну первое введена ли арианская ересь третий член символа третий член изменилась символа ну третье надо было бы принести здесь конкретно в каком месте я зная изменена при них они были духа святого господа истинного истинного убрали вот это изменение серьезное мы у нас считается это бога истина от бога истина то есть отец и сын истина духа святого истины выкинули это страшное было изменение привыкли ничего проглотят но думаю не случайно алексей первый семанский патриарх патриарш это он ввел правило чтобы символ веры пели для него не пели очень наш не пели а теперь пели и на этом уровне все-таки что-то запоминается и вот они какой именно третий член все измененного символа веры какой ну просто показать надо было посмотри ну как веры в один нога бога от соседей житель это потом и в один а господа иисуса креста ну не знаю не буду гадать пусть определенно напишет допустимо ли символе веры соборную на вселенскую вот понимаете как слова вселенская кафолическая да да в каждом шагу на встречается какая у нас вера православная кафолическая но в символе веры заменять не надо потому что это вызовет соблазн подозрение соборную соборную указать не только то собранную со всех веков со всего мира это кафолическая есть но и указывает на соборы святую из которой на соборах утвержденной было хотя смысл там закон заключен именно вселенскую кафолическую а вселенскую теперь уже видите как на какие слова переменяют то он что это где-то где-то универсально а чего ради друг универсальную кафолическое универсальное то есть перевода такого нет и дальше а дальше легко и куменическую но дальше написать сатанинскую так можно что угодно перекидывать нет этого кафолическая то наша церковь если заменили не заменили бы так вот я еще не знаю но никакого изменения нету более понятны даже более но мне больше нравится соборную указывать на собор на правило вот она как весель вот один а теперь другое видимо показывает вот она веселье а теперь убрали одну вот она показывает то же самое все дальше скриптом заранее благодарю вас игнати тихоныч благодарю бога что я вас встретил на своем жизненном пути аллилуйя помолитесь пожалуйста рождение свыше виктора людьми лынастасии константина виталий надарует господь вам духовное рождение свыше софья шумакова но не эта девчонка писать это пела то игнатий добрый день у меня новая песня про папу поддержите меня пожалуйста голосованием за мою новую песню про папу в апрельском хит-параде для детском радио санкт-петербурга т.м. радио здесь ссылка и на моей страничке песня про папу исполняет софья шумакова извините конечно за беспокойство спасибо за вашу поддержку ну какая поддержка на я отключу сейчас я не видел не считал что такое до меня выбросила система опять нарвался все-таки сунула на меня сюда ну и дальше что николай филатов город харьков вот он какой город парков телефон даже на фонда стоит дальше что здравствуйте на тихоныч поздравляю вас праздником благовещение вопрос как вы относитесь к книге гарри поттер можно ее читать или нежелательно ну колдовская книга колдуна зачем ее считать тебе только одно зачем тебе вот эта веревка нужно как будто где-то привязан был оторвалась зачем она нужна это масонский знак как его звать-то николай коля сними это забрось сожги не никому не давая в руки и руки потом с мылом святой водой вымой еврейская это масонская удавка от а то наш аксессуары 21 как сусары раба раньше была цепь его приковывали раба сегодня за это вот привязала нам нужно нагреет нет ничего тут непонятно если нету то нормально застегнута обязательно расстегнется даже расстегнута рубашка это показывать ты не сам по себе я посмотрю военную слава иисусу христо военный застегнуты во время войны стоит стоит с орденами а щас в рубашке обыкновенной и все это обязательно расстегнуть старый с медалями обязательно расстегнуть зачем застегнись навсегда что был застегнуты вот на этом все теперь мы посмотрим наш канал вот он наш канал православный видите как и вот если здесь ткнуть главное вот здесь главное вот она главное то откроется что каждый день у нас выставляется жития святых но они переносятся на наш ресурс моем мире вот она идут уже около 180 выставлено всего 1173 я их насчитывал это моим голосом здесь насчитано в восьмидесятых годах вот даже сейчас пока говорили кто-то зашел посмотреть как колокольчик так я открыл что такое добавил к вашему видео интернет нету интернета нету повторить но тут уже ничего не сделаешь от меня это не зависит но кроме того у нас есть во свете библии вот это сайт очень большой сайт здесь книги и вот они книги открыты здесь 50 книг примерно аудио начитанные проповеди и ответ на 4124 вопроса вот что у нас есть на этом все сегодня богу нашему слава а а а они они